Всем привет! Вы на канале час ремонта. У нас вы найдете обзоры на современный электрический инструмент для строительства и ремонта, а также различные бытовые приборы. Сегодня мы с вами поговорим о таких строительных инструментах, как электрические скобозабивочные пистолеты. По сравнению с механическими аналогами, они выгодно отличаются высокой производительностью и силой удара. Применение электрического степлера не требует долгой подготовки. Даже новичок способен освоить базовые навыки работы с инструментом буквально в течение нескольких минут. Диапазон цен, представленных на рынке, весьма разнообразен – от недорогих и простых бытовых моделей до мощных аппаратов профессионального назначения. Они значительно облегчат и ускорят работу как на производстве, так и в бытовых условиях. Сразу разобраться в таком многообразии для неподготовленного человека практически невозможно. Для вашего удобства мы провели анализ рынка и выбрали 7 лучших электрических степлеров, которые можно приобрести в 2021 году. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А мы начинаем! Зубр ЗСП-2000 Открывает обзор электрический скобозабивочный пистолет отечественного производства Зубр ЗСП-2000. Он применяется при строительных, монтажных и отделочных работах. Предназначен для крепления между собой различного рода материалов при помощи скоб или гвоздей. Корпус пистолета изготовлен из ударопрочного пластика, а рабочие механизмы – боек из поверхностно-закаленного металла, что значительно продлевает срок его службы. Эргономичная рукоятка и продуманная конструкция позволяют снизить отдачу при ударе, что повышает комфорт эксплуатации. Кроме того, данная модель имеет защиту от случайного срабатывания. Пистолет не сработает без упора его в материал. Производитель позаботился о плавной регулировке силы удара. Данная функция позволяет достаточно точно устанавливать глубину забивания скоб и гвоздей. Модель комплектуется вместительным магазином, который вмещает 50 скоб. Makita D5353Z – надежный аппарат, предназначенный для вбивания штыревых гвоздей скоб в строительные материалы различного рода. Источником питания служит съемная литий-ионная батарея, что обеспечивает высокую мобильность и позволяет работать вдали от источников питания. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, ударника детали рабочего механизма, высокоуглеродистая сталь, прошедшая процесс поверхностного упрочнения для повышения устойчивости к нагрузкам. Применение закаленных деталей значительно продлевает срок службы ударного механизма. Пистолет имеет тонкий хвостовик для более удобного вбивания гвоздей в пазы. Благодаря резиновым накладкам на рукоятке инструмент не скользит в руках при выполнении работ. Яркая светодиодная подсветка позволяет выполнять работы в условиях недостаточного освещения. Также модель оснащена быстрой регулировкой глубины забивания, которая не потребует применения дополнительных инструментов. Встроенная защита от случайного срабатывания, перегрева и чрезмерной зарядки повышает безопасность использования степлера. Модель комплектуется довольно вместительным магазином на 100 скоб. Электрический гвоздезабивочный пистолет, работающий от сети переменного тока. Он является одной из самых легких и компактных моделей на нашем обзоре. Несмотря на скромный вес и компактные размеры, пистолет имеет довольно неплохую мощность в 650 Вт и отлично подойдет для бытового применения. Данная модель имеет неплохую для своего класса производительность – до 30 ударов в минуту. Эргономическая рукоятка с прорезиненными вставками обеспечивает надежную фиксацию пистолета в руке. К относительным недостаткам модели можно отнести длину сетевого кабеля – всего 2 метра. Этого вполне достаточно для работ в условиях мастерской, однако в других ситуациях владельцу придется покупать удлинитель. Корпус гвоздезабивочного пистолета изготовлен из качественного пластика, а элементы рабочего механизма и боек – из металла. Магазин рассчитан на 50 единиц крепежного материала. Встроенный индикатор емкости позволит контролировать наличие скоб без необходимости открывать магазин. Кроме того, предусмотрена защита против случайного срабатывания ударного механизма. Редворк РДС-53 – простой и надежный скобозабивочный пистолет бытового класса. Он предназначен для скрепления между собой различных материалов при помощи гвоздей и скоб. Материал исполнения – корпуса, пластик, детали рабочего механизма металлические. Данная модель оснащена довольно вместительным магазином, рассчитанным на 100 скоб или 80 гвоздей. Малый вес и компактные габариты делают работу с ним более комфортной. Плавная регулировка силы удара позволяет контролировать глубину забивания. Несмотря на свою стоимость и компактные размеры, пистолет отличается достаточно высокой производительностью – 20 ударов в минуту. Аппарат надежно защищен от непроизвольного срабатывания. Он не сработает без упора в материал. Из недостатков следует отметить небольшую длину кабеля питания – всего 2 метра. Чтобы узнать актуальные цены на электрический степлер из этого обзора, перейдите по ссылкам в описании под видео, я оставил их специально для вас, чтобы вы не тратили время на поиски. Hammer HP E20 – бытовой электрический скобозабивочный пистолет, работающий от сети переменного тока с напряжением 220 В. Аппарат предназначен для крепления изделий из ткани, картона, проволочной сетки, деревянных реек к основанию с помощью скоб или гвоздей. Ударник – рабочий механизм скобозабивочного пистолета, изготовленный из металла, а корпус – из ударопрочного пластика. Магазин довольно вместительный, он рассчитан на 100 скоб стандартных размеров. Встроенный механизм защиты исключает вероятность неправильной зарядки. Если скобы или гвозди расположены неверно, крышка не закроется. Пистолет оснащен индикатором заполнения магазина, что позволяет контролировать количество крепежных приспособлений в нем без открытия. Производительность модели достигает 20 ударов в минуту. Возможность фиксации курка в сочетании с малым весом и компактными габаритами делает его эксплуатацию более комфортной. Данная модель работает со стандартными гвоздями тип 300 и скобами 50. Еще одним автономным скобозабивочным пистолетом на нашем обзоре является Bosch PTK 3,6 Li 0603 986 968 120. Он применяется для крепления между собой различных строительных материалов неразъемными соединениями. Данная модель оснащена встроенным литий-ионным аккумулятором, который характеризуется низким уровнем саморазряда и продолжительным сроком службы. Удобная рукоятка с прорезиненными накладками обеспечивает надежность хвата и сводит возможность выскальзывания к минимуму. В верхней части корпуса расположен индикатор питания, с помощью которого можно следить за оставшимся зарядом батареи. Магазин рассчитан на 100 единиц стандартных скоб, а индикатор заполнения магазина позволяет следить за его наполнением без открытия. Тонкий металлический хвостовик, выдающийся за пределы корпуса, позволяет не только использовать его для крепления материалов с пазами, но увеличивает точность позиционирования. Корпус изготовлен из качественного удара прочного пластика, а детали рабочего механизма – из прошедшей поверхностную закалку стали, что продлевает срок его эксплуатации. Производительность работы достигает 30 ударов в минуту, что выгодно выделяет его на фоне аккумуляторных аналогов. Совершает наш сегодняшний обзор аккумуляторный скобозабивочный пистолет Makita 5354DZ. Он предназначен для скрепления между собой различных строительных материалов при помощи скобы гвоздей. Пистолет комплектуется литий-ионным аккумулятором на быстросъемном соединении. Он имеет защиту от глубокого разряда, что гарантирует продолжительный срок службы. Встроенный индикатор позволяет всегда контролировать уровень заряда аккумулятора. Корпус пистолета изготовлен из качественного пластика, элементы рабочего механизма – из поверхностно-закаленной стали. Данная модель оснащена тонким металлическим хвостовиком, который облегчает работу в пазах и позиционирование его на ровной поверхности. Также облегчает использование скобозабивочного пистолета ручка с прорезиненными вставками и яркая светодиодная лампа, расположенная прямо над хвостовиком. Емкость магазина больше, чем у конкурентов, и рассчитана на 120 скоб. К преимуществам модели можно отнести удобный индикатор заполнения магазина, позволяющий контролировать количество скоб и гвоздей. Итак, наш обзор подошел к концу. Уверен, теперь вам будет гораздо проще подобрать электрический скобозабивочный пистолет, который будет полностью соответствовать вашим запросам. Ссылки с актуальными ценами я разместил в описании к видео. Если у вас дома уже есть электрический степлер, который полностью соответствует вашим потребностям, обязательно напишите об этом в комментариях. Расскажите, чем вы руководствовались при покупке, возможно, ваш опыт пригодится другим зрителям. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Это мотивирует нас делать новые обзоры. С вами был канал Час Ремонта. Пока!